А сейчас рекламный блок. Более 20 тысяч жителей трех сел из Сокольской области получили доступ к чистой питьевой воде благодаря помощи компании Кумтор. Подробности далее. 3000 жителей села Кичи Джаргалчах сидели без воды почти месяц. На станции сгорел насос. На выручку пришел Кумтор, выделивший на покупку нового насоса и оборудование 215 тысяч сомов. Спасибо Кумтору за помощь. Купили насос, кабель и щит управления. Сегодня в селе с водой проблем нет. Радость жителя Баканбаева Джилхубая Джунушева можно понять. Более 25 лет его семья и односельчане испытывали острую нехватку с питьевой водой. Воду сюда провели еще в 1956. За 60 лет система водоснабжения сильно износилась. На помощь пришла компания Кумтор. Попросили у Кумтора трубы для подключения к участку Ташчон. Вот помощь от них пришла. Сейчас протягиваем первую ветку. Дай бог весной вторую ветку протянем. Вот стараемся, чтобы вода была в каждом доме. Все благодаря большой помощи Кумтора. Спасибо им. Для реставрации системы водоснабжения Баканбаева Кумтор приобрел 6 километров труппы российского производства и все необходимые материалы на сумму 5 миллионов 644 тысяч сомов. Жители села Джениш тоже более 20 лет страдали без питьевой воды. Если в верхнюю часть села вода подавалась 2 часа в сутки, то нижняя вообще жила без воды. Написали проект. Кумтор одобрил и выделил нам 7 миллионов 600 тысяч сомов. И уже в нашу новостройку это 200 домов. Провели воду. На выделенные золотодобывающие компании средства были полностью отремонтированы водонапорная станция, хлораторная установка и проложена распределительная сеть протяженностью 6,5 километров. Раньше воду носили, привозили. Месяц назад Кумтор помог провести воду. И напор отличный, и народ доволен. Ведь каждый дом подключили. О проблемах с водой мы забыли. На доступ к чистой питьевой воде жителей только трех деревень региона Кумтор в этом году выделил почти 13,5 миллионов сомов. В целом же социальные проекты флагмана экономики по питьевой воде охватывают гораздо больше сел Иссык-Кульской области, жители которых испытывают острую проблему с водоснабжением. Продолжение следует...